Привет, мои хорошие! Сегодняшнее видео будет необычным, потому что я вам покажу самые неудачные ногти, которые у меня только получались. Что произошло, как это я буду исправлять, смотрите дальше. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ногти. Как видите, они очень отросли, относился материал достаточно хорошо, отслоился только ноготь на указательном пальце правой руки. Но это и не удивительно для такой длины. Теперь с плавной фрезой спиливаю лишнюю длину, потому что она уже мешает, а также этой фрезой спиливаю старое покрытие и весь дизайн. Но пока я спиливаю старый материал, не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали. А также обязательно нужно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. Ведь я часто в комментариях читаю, почему ваши видео выходят так редко, а на самом деле я выпускаю видео почти через день. Поэтому нажимайте колокольчик и смотрите мои видео первыми. Старый гель спиливаю до тонкой подложки, потому что по нашей задумке мы должны были сделать красивый внутренний дизайн с разноцветных витражных гелей. Ну а в результате получилось то, что получилось. Не буду забегать наперед, а тем временем перехожу к маникюру. Апельсиновой палочкой отрываю кутикулу, которая прилипла к ногтю. Затем фрезой пламя с острым носиком вычищаю птериги из пазух. Работаю сначала на форвард и вычищаю все с одной стороны, а затем уже переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птериги с другой стороны. Дальше все как всегда, по стандартной схеме. Пилкой прохожусь по поверхности ногтя, чтобы снять глянец, затем наношу вспомогательные жидкости, дегидратор и праймер. В качестве подложки под гель буду использовать сегодня самую обычную базу для гель-лака от торговой марки Коди. Как я уже и сказала, по задумке ногти должны были выглядеть ярко и сочно. Мы нашли несколько картинок в интернете, нам понравился дизайн и мы решили попробовать. Хотя у меня изначально закралась мысль, что такое количество разных цветов в итоге могут дать грязь. Но я отогнала от себя такие мысли и думаю, ну у нас же должно все получиться. Поэтому приступила к работе. Изначально я закамуфлировала ногтевое ложе с помощью камуфлирующей базы для гель-лака. Сразу на мокрую базу положила разные блестки и следу и отправила в лампу. Пока рука была в лампе, я готовила замесы для дизайна. Мне был нужен красный цвет, желтый цвет, синий цвет и зеленый цвет. Также я сделала замес с прозрачного геля и разных блесток. Ближе к кутикуле я нанесла прозрачный гель с блестками, чтобы был плавный переход. А вот уже на все основание ногтя и на свободный край начала выкладывать разноцветные гели. Делала все точно так же, как и на картинках, на которые мы ориентировались. Смешивала между собой красный, зеленый, желтый и синий цвет. Мне, конечно, сразу показалось, что выходит что-то не так. Почему? Я так и не понимала, но в конце все-таки надеялась, что будет хороший результат. Когда первый слой высох, я уже точно поняла, что мне не нравится. И попробовала вторым слоем смягчить данный результат. Понадеялась, что прозрачным гелем с блестками я немного смягчу вот эти яркие цвета и сделаю маникюр немного нежнее. К прозрачному гелю добавляла уже только желтый витражный гель, даже без блесток, чтобы смягчить цвет и убрать темные пятна. Но, честно, у меня это не очень хорошо получилось. В конце прозрачным гелем перекрыла весь дизайн в надежде, что, конечно, у меня получится что-то путнее. Но когда все окончательно высохло, я сняла ливкий слой, поняла, что здесь полный провал. Глобуйство красок просто не могло не радовать. Конечно, все в переносном смысле. Честно, была очень сильно расстроена. Получилось вовсе не то, что я хотела. Не то, что было на картинках, которые мы нашли. Я поняла, наверное, свою ошибку. Нужно было сделать цвета намного светлее. А я взяла готовые витражи. Они очень яркие, насыщенные. И получились просто вот такие цветные кляксы и грязь. А все-таки нужно было эти цвета смешать с прозрачным гелем. И тогда, возможно, витражи получились бы намного нежнее. И смотрелось это все бы по-другому. Но есть то, что есть. И когда я делала пил, была в таком сомнении вообще, как я с такими ногтями отпущу свою девочку. И как она вообще будет с таким ходить. Честно, я была очень сильно расстроена. И не знала, как мне дальше поступить. Была готова либо просто все опять спилить и сделать все по-новому. Либо же просто закрасить эти ногти какой-то однотонкой. Не буду вам показывать вот эти ногти. Потому что это полнейший провал. Как вообще можно было такое налепить. Куда смотрели мои глаза, я не знаю. Но есть то, что есть. И все-таки решила я это вам показать. Также в тот момент, когда я делала пил, я думала, что же я могу сделать. И как я могу исправить ситуацию, чтобы моя клиентка пошла все-таки с красивыми ногтями. У меня изначально возникла мысль перекрыть ногти полупрозрачным светлым каким-то оттенком. Думала, что так все яркие цвета смягчатся. Я так изначально и сделала. Но мне тоже не понравился результат. Тогда я вспомнила, что у меня есть очень красивый витражный гель-лак. Бордово-малинового оттенка. И вуаля, решила перекрыть ногти именно им. Когда перекрывала ногти этим гель-лаком, я уж очень надеялась, что все-таки получится хороший результат. В финном случае, мне пришлось бы перекрыть эти ногти обычным красным гель-лаком и сверху сделать какой-то красивый дизайн, чтобы клиентка ушла довольной. Перекрывая ногти топом, я уже немного выдохнула, потому что мне, в принципе, нравился результат. Смотрю, клиентка тоже довольная. Думаю, ну и хорошо. Все сегодня обошлось. Хотя я очень сильно перенервничала и прям была сама на себя очень злая. Вот такой результат у нас сегодня получился. Я, конечно, очень надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным для вас. Надеюсь, что вы не будете повторять моих ошибок, ведь лучше все-таки учиться на чужих. Пишите в комментариях, бывали ли у вас такие факапы, что вы что-то натворите, а потом сами не знаете, как это исправлять. Я думаю, что всем будет очень интересно почитать ваши истории. Ну а я, конечно, поставлю лайк на самые интересные истории. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok